В этом году за престижные награды боролись 130 представителей санаторно-курортного комплекса «Кубани». За свою 12-летнюю историю курортный «Олимп-2017» стал самым масштабным. Конкурс лидеров туристической индустрии с каждым годом становится популярней и авторитетней. Впрочем, как и сама санаторно-курортная отрасль «Кубани». Курорты Красноярского края – это, конечно, расположение, если бренд. Впрочем, российский бренд, мироводный бренд, известный в России и в мире, конечно, это ваше наступление. Ваши наступления. Я хочу уверить, у всех, кто сегодня создает максимально комфортные и качественные условия отдыха, путешествует, лечит уже глазом, развивает новые виды туризма, делает ставку на сервис. Коллеги, кто делает ставку на сервис, они не проиграют. И вы не проиграете. Развитие санаторно-курортной отрасли – это наш приоритет. Мы поедательно будем расширять инфраструктурные вопросы, потому что понимаем, что сегодня это сдерживающий фактор для развития курортов. Инфраструктурные моменты я уже не говорю. Мы будем привлекать инвесторов, строить новые объекты. И, конечно, вместе с вами продвигать бренд под названием «Курорты Красноярского края». От Анапы заявки подали 16 предприятий в 7 номинациях. Всего по итогам конкурсная комиссия определила победителей в 13 номинациях. Впервые в этом году на Курортном Олимпе выбирали лидеров в номинации «Лучшее средство размещения, работающее по системе, все включено». Первое место в ней завоевал анапский отель «Давиль». Также у него первое место и в номинации «Лучшее средство размещения 5 звезд». Чем анапский All-Inclusive манит и удивляет туристов, нам по телефону рассказал генеральный директор «Давиля». Он сейчас находится в рабочей командировке в Израиле. Мы взяли из опыта Турции и других пляжных курортов все самое наилучшее. И шагнули дальше в развитии в системе «Все включено», пошли дальше, это «Ультра все включено». Это более глубокий, более обширный продукт, который мы даем отдыхающим, который ожидает отдыхающих. В нашей системе «Ультра все включено» мы и приветственные коктейли гостей, и индивидуальное поселение гостей, программы лояльности для гостей. У нас дети до 12 лет на ДОП-место бесплатные. Брендированные подарки при заезде в подарок, шампанское, фрукты, мини-бары. На территории работает 5 ресторанов. Отдыхающие, между возможно, также прибывают на пляже, который специально оборудован лежаками, защитой от солнца, аптеками, медицинскими центрами, лазертаками, большое количество бассейнов. Все меню практически, оно понятно для россиян. Мы покупаем все продукты, то есть производители нашей Кубани, и оно понятно, вкусно, поэтому востребовано. Также руководитель отеля рассказал, что на этом они останавливаться не намерены. Впереди много планов, например, строительство спортивных площадок, детских яслей для отдыхающих с детьми и расширение сети ресторанов. Также в перспективе строительство пирса. Еще один лауреат конкурса – корпоративный центр оздоровления «Сибур-Юг» занял вторые места в номинациях «Лучший санаторий» и «Лучшее средство размещения. Три звезды». В Анапе работает и одна из лучших горничных Кубани. Галина Швецова заняла второе место в этой номинации. Она уже 10 лет трудится в санатории «Старинная Анапа». На курортный Олим поднимается не в первый раз. В 2014 году она завоевывала первое место. Курортная отрасль в Анапе ведущая. Каждый год она получает новые импульсы для развития. Одним из них является и курортный Олимп. Ведь победа в престижном конкурсе помогает поднять имидж как конкретных предприятий, так и курорта в целом. За последние два года турпоток в наш край вырос на 30%. Активно развивается туризм в межсезонье. А это значит, что планка с каждым годом повышается. И дотянуться до нее сегодня есть возможность у каждого предприятия Санкура.